продолжаю тему о том что душа человека формирует не только одного человека ну и также многую совокупность живых организмов которые воплощаются до во время или после этого человека но самое главное в какой-то непосредственной окрестности с ним я уже об этом несколько раз говорил вы уже наверное поняли как обстоит вообще вся реальность вокруг вот этого моего положения и сейчас я хочу представить вам уже его развитие дело в том что представьте теперь что человек рождается с каким-то набором своих попутчиков ну например одновременно рождается где-то яблоня груша вишня заяц леса волк то есть вся непосредственная живность которая располагается рядом в лесах в полях на лугах рядом с этим человеком ну у кого-то там в горах и еще в каких-то местах и естественно ситуация приходит к тому что человек начинает или продолжает питаться этими организмами которых он отлавливает или выращивает рядом с собой раньше в предыдущие века такого не было чтобы человек ехал куда-то за бананами и питался бананами здесь в москве в голову ему не приходило есть то чем питаются какие-то папуасы и знаете почему раньше не приходил в голову не то что там кто-то не хотел попробовать нового вкуса этого всегда хватало причем я напоминаю вам что русская кухня самая обильная по моим подсчетам она раз в 20 обильнее любой другой кухни европейской а о каких-то допустим кавказских азиатских кухнях разговаривать даже не стоит потому что там все блюда исчисляются единичными образцами поэтому когда мы вспоминаем хотя бы какой-нибудь наш русский народный древний стол мы видим что эти столы были километровые и ломились они там и по многу раз меняли эти блюда и это естественно в том числе проистекало из того что человеку на руси хотелось иметь какой-то новый вкус и он экспериментировал но он экспериментировал с теми продуктами которые давал ему русь и у нас здесь на нашей территории в центре продуктов этих было много и ягоды и животные и растения и яблоки всевозможные вишни овощи фрукты ну все что только можно и различные горькие пряные травы все и сушили и солили и парили и жарили и варили чего тут только не было а рыба например вот я уху ел еще когда маленьким был когда мужики делали по тем старым рецептам то 3-4 раза меняли рыбу 3-4 раза какой там только рыбы не было сегодня если на рыбалку приходишь и хочешь сварить там же прямо на рыбалке уху то такой уже ухи не сваришь потому что придется сидеть месяца то и два чтобы наловить на эту уху тех рыб которые были раньше необходимы для правильного рецепта так вот ситуация здесь в еде следующая если человек на каком-нибудь регионе допустим на руси он формировался как единое душевное существо со всей своей округой то есть все эти осетры стерляди все эти куропатки все эти вишни яблоки и все остальное все это рождался вместе с ним и его человеческая натура вот это вот вся природная его часть которая называется телом формировалась из тех химических соединений не вещества соединений которые соединяли для него все эти названные растения и животные которые в общем-то рождались и рождаются для того чтобы стать пищей скорее всего так вот получалось что человек в центральной россии получал очень сложную по своему составу еду разнообразную и сложную для чего она нужна была не для того чтобы у него руки между собой переплетались и он не мог их утром распутать нет а для того чтобы у него мозги и другие части тела имели возможность работать так и выполнять такие сложные операции которые были недоступны в других регионах из-за скудности питания каждый наверное кто пытался голодать кто пытался какую-то диету соблюдать однобокую там или где-то около этого прекрасно меня понимает что начинаешь тупеть после первого дня голодания и самое главное что физически это переносится ну как-то более-менее а когда обращаешься к своему уму чтобы он сделал что-то такое традиционное для тебя когда ты питался нормально то ум тебе говорит во потому что кормить ты меня не кормишь почему я должен думать на все свои сто и самое интересное что видимо здесь есть какая-то прямая связь чем лучше люди в определенные округе питаются тем более способны они выдать какой-то супер интеллектуальный и даже физический продукт чем хуже они питаются тем хуже у них продукты я конечно не могу так напрямую сравнивать но если мы берем например людей из крайнего севера когда туда попадают наши они сразу получают какую-то цингу и все такое прочее а витаминоз а у местных например а витаминоз он не наступает по тем основанием что они уже слились природой на другом уровне но с другой стороны если мы к ним приезжаем на каких-то бульдозерах и различных механизмах то они нас встречают на оленьях упряжках с луком и стрелами вот это как бы обратная сторона правильного или неправильного питания то же самое творится и в той же африке и в той же азии если например азиаты едят кузнечиков и саранчу то в общем-то их ножки сами по себе почесываются друг от друга издавая те же самые звуки если вы замечали и у некоторых из них борода и усы то не растут но иногда иногда бывают такие жиденькие как вот у сверчков образование это конечно шутка но поведение тех же самых китайцев например или тех же самых вьетнамцев она очень сильно напоминает тех самых насекомых которых они едят и много раз говорил сам о себе китай что они являются потомками дракона который у них по их поверованиям состоит из множества муравьев вот опять то есть на таком даже ментальном сходстве они все равно себя отмечают как потомки того что они едят то есть потомки муравьев потомки конечно муравьев не в прямом смысле возможно хотя может быть и в прямом никто еще не знает откуда китайцы появляются но с другой стороны они четко показывают что питание их питание связано с их поведением и синхронность вот это то же самое и все возможные остальные поведения поэтому когда у нас идет экспансия другой религии или другой просветительской какой-то скажем так веры на нашу территорию или наоборот мы проводим куда-то например колонизацию слова колонизации кстати обозначает не то что завоевания а слова колонн обозначает прекрасный то есть это буквально оккультури ваня народа и когда колонизация шла восточных и южных территорий это была позиция оккультури ante они завоевания и после этих позиций колониальные страны получили колониальные здания колониальные всевозможные учебные заведений колониальную власть и также прекрасное вхождение в новый свет или в старый свет если поближе к в Европе были. Вот что было в результате колонизации. Поэтому, возвращаясь к тому, к той концепции о единой душе для определенной территории, вот теперь представьте, что у вас есть какое-то рентгеновское зрение, и вы смотрите, приезжаете на территорию, например, деревни какой-нибудь подмосковной и смотрите на людей. Вы прям видите, что человек идет, у него как бы внутри такая душа сидит, из которой тянутся большие-большие длинные такие щупальца в ветви, на конце которых то заяц, то яблони торчит, то еще что-то, то куропатка. И он постепенно этими щупальцами поедает тех, что там вот вырастает, и в результате, как центральный организм, питает всю свою вот эту структуру души. И так рядом с ним другой, третий, пятый, десятый, и в результате вся деревня, совокупное количество деревень, город, все они пронизаны такими структурами, как, знаете, вот такие морские звезды, ветвистые. И эти структуры формируют вот этот самый такой подмосковный, или, допустим, рязанский, или тульский такой коралловый риф, где все одинаковые, все похожи друг на друга, все питаются одним и тем же, все имеют один и тот же менталитет. И это положительно с самой лучшей стороны отражается на всей популяции. А потом приходят завоеватели и говорят, давайте-ка мы в эту популяцию бросим банан. Другой говорит, нет, давай туда фейхуа бросим, потому что от фейхуа будет совсем фейхуа в этой популяции. Третий говорит, а давайте-ка мы сюда дорада. Вот для совсем большой радости, может быть, вообще нафиг отравится. И вот эти продукты, которые нам завозят издалека, и которые мы вынужденно потребляем, потому что мы же не можем быть немодными. Если на соседнем столе жрут эту фигню, почему мы не можем щипцами ковыряться и вылавливать моллюсков из раковин вместе с глистами, которые в них находятся? Почему мы этого не можем есть? И почему мы потом удивляемся, что к нам какие-то пришли восточные болезни, суда, которых раньше не было? Да потому что мы жрем тех же самых глистов и те же самые однополые бананы, у которых семечка только одна на сто единиц. Откуда потом у нас может взяться после таких бананов плодовитость в народе, если у них на сто бананов одна семечка, а у нас что будет? У нас будет на сто семей один ребенок. И, естественно, у нас потом будут такие падения враждебности, какие мы сегодня огребаем. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша душа была целой, чтобы она была полной, чтобы она была самодостаточной и чтобы она была традиционной, то есть правильной по отношению к вашему геному, то, во-первых, выбирайте себе спутника жизни, то есть с тем, с которым вы будете давать детей, из своего народа, чтобы не вводить в своего ребенка воюющие внутри гены, геномы. А во-вторых, питайтесь сами и питайте своих детей тем, не что Бог послал, потому что Бог посылает вам все время восточную еду, которая для нас является ядом. А то, что вам послала ваша родина-мать, наша местность, это наши продукты, которые проверены временем, которые всегда хорошо смотрятся на столе, всегда вкусны. От этого будет зависеть ваше счастье и счастье ваших детей.